Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог! Вчера я сходила на мюзикл Чикаго с девочками, с подружками и записала блог для вас. Записала, как собираюсь, как крашусь, как мы все встретились. И чуть-чуть я записала в зале, но, к сожалению, нельзя было записывать, когда уже шло представление. Категорически было запрещено, поэтому я потом уже расскажу вам в двух словах, понравилось мне или нет. Так что, кому интересно, оставайтесь. Спрошусь, я сегодня иду на мюзикл Чикаго с девочками. И хотела вот накраситься, сделать потом такой небольшой влог. Под глаза я буду использовать сегодня вот такой новый тональный крем. Это Ваниш от Our Glass. Вот такой вот крем в цвете ванилла. Я его не буду использовать на все лицо, потому что он достаточно тяжелый. Вот прям такого количества хватает практически на все лицо. Но я вот сейчас нанесу его только под глаза в качестве консилера. А потом буду уже делать все остальное. Лицо. Он такой очень светлый. Мне нравится его в основном использовать для видео. В обычной жизни, но есть только вот на выход куда-то, на вечер. Он, конечно, все перекрывает вообще колоссально. Ну, чуть-чуть можно вот сюда. На такие зоны, знаете, у меня какая-то кожа в последнее время с краснотой. Да, идем сегодня на мюзикл Чикаго с девочками. Сейчас кисточкой разнесу вот это. На мюзикл Чикаго. Я вообще не очень люблю мюзиклы. Ну, меня пригласили. Ну, лишний повод куда-то сходить. Сейчас я заеду за сыном в школу. Отвезу его к нашим друзьям. Он у них там побудет. Пока я буду веселиться и гулять. Муж у меня уехал в Гонконг по работе. Так что он сегодня останется с друзьями. А дальше на все лицо нанесу, конечно же, свой любимый шантыкаль. Он более легкий. Наносить сегодня буду кисточкой. Вот прям вот столько мне нужно. Не хочу много делать. Если нужно будет побольше, возьму побольше. Потому что... Потому что потому. Ну, не люблю я, когда много всего. Косметики. Крашусь в телефон. Надо было взять зеркало, наверное, какое-то. Что-то я не догадалась. Потом покажу вам, в чем пойду. У меня сейчас два варианта. Это... Или Акировское розовое пальто. Помните, я показывала в каком-то... В видео о одежде. Я показывала это пальто. Или в нем. Или в Акировском жакете. Акировское розовое пальто. Это японец. Очень хороший дизайнер. И... Ужасно нам повезло, что он еще... Что мы с ним лично знакомы. Поэтому в свое время... Мы даже его возили в Москву. Ну, ладно. Не об этом. Так. Ну что, вот я нанесла. Чуть-чуть распределила. Ну, не чуть-чуть, а все. Все распределила. Вот такое лицо. Я не знаю. Может быть, кому-то это покажется не слишком полным покрытием. Для меня этого... Мне нормально. Скажем так. А я купила, Аурглаз, вот такой вот карандашик для бровей. Решила вот порисовать брови. Буквально несколько штрихов. Конечно, я не вырисовываю брови, как, знаете, вырисовывают люди брови. Кому-то идет, кому-то не очень... Ну, видимо, это просто не мой стиль. Мюзиклы, я уже сказала, я не очень люблю, но мы, когда приехали только первый раз в Сидней, мы видели мюзикл Мэри Поппинс. Мне он очень-очень-очень понравился. Я даже плакала в конце, знаете. Такое ощущение, как будто ты в детство возвращаешься. Такая милая музыка. Это, если видели фильм, американский старый, ну, как ее зовут, который звуки музыки еще играла. Все, у меня уже что-то со звуком хотелось сказать, с памятью. И расчесываем. С памятью с моей уже что-то стало. Уже стало что-то с памятью. Вот так. Потом нанесу немножко пудры. Я уже вам говорила, эта пудра довольно-таки темная. И я ее сейчас использую больше как бронзер. Вот так вот хлопаю. Небольшое количество у меня оседает на кисточку. И я вот так ее как бронзер наношу. Потому что она темноватая. Если ее на все лицо. И тоже с ней как повезет. Если... Вот тут четыре сектора. Если больше выпадет пудра из темных секторов, то будет более темным. Если из светлых, ну, понимаете, более светлых. Поэтому с ней тоже каждый раз получается такой сюрприз-сюрприз. Так. И глаза я сделаю просто чуть-чуть стрелки и ресницы. Давайте сразу румяны сделаю. Румяны я сейчас ношу вот эти. Так, у меня что-то тут съехало. Я на такую наклейку делаю. Съезжает она. Скатывается так по стеклу. Вестман Ателье Петал оттенок. Вот так вот я легко их наношу. И потом вот так вот вбиваю. Очень натуральный получается цвет. Их удобно носить с собой. Такой хороший натуральный румянец. Ну, то есть их вообще практически не видно. Как будто бы на этой щеке больше. На самом деле... На самом деле все одинаково. Так. Смотрится просто на камеру. Так. Закрыли. Стрелочки небольшие нарисую. Подводка, как всегда, Сурат. Сурат Бьюти. Она просто нескончаемая. Ей уже года два точно. И я уже говорила, там такой патрон вы вставляете. Как в ручке перьевые, знаете. И этот патрон еще практически полный. Так что очень выгодная у меня покупка была. Года два назад вот этого вот. Вот этой подводки. Прекрасная подводка. Такая вот у меня будет стрелочка. Сейчас тут еще прорисую. Такая стрелочка и второй глаз. Второй глаз. Покажу вам. Я не знаю, можно будет снимать в театре или нет. Ну, что-то, конечно же, покажу. Перед этим мы идем на дринкс. Наверное, на какие-то... Чуть-чуть поедим. Чуть-чуть поедим с девочками. Не знаю, в какой ресторан. Ну, знаю только, что испанский. Одна из девчонок там была. Ой. Там была, сказала, что очень хороший ресторан. Вот такие у меня будут стрелки. Такие стрелки и ресницы. Ну, сутка, все. Так, сейчас я чуть-чуть... Вот на камеру кажется, что я такая темная. На самом деле, не очень. Так. Лесницы. И поеду за сыном уже в школу. И помаду покажу еще, какая помада была. Чикаго я видела фильм. Ну, все, наверное, видели. С Ричардом Гиром, да? С Рене Зельвегер, с Кэтлин Зетта Джонс. Обалденный фильм. Конечно, его лучше смотреть без перевода. Я помню, мы смотрели его без перевода, а потом его показывали по телевизору, и все песни исполняли наши звезды. Киркоров, ну, кто-то там еще, я не помню уже. Ну, и так немножечко было. Ну, мне, конечно, больше нравится, когда ты живем, слышишь, как поет Ричард Гир, Кэтлин Зетта Джонс и Рене Зельвегер. И чтоб шли субтитры. Тоб понимать, да, о чем они поют. Вот такие вот глаза получились. Сейчас я возьму помаду. А хочу еще, знаете, сверху пройтись вот этой пудрой. Пудрой вот этой пройтись. Шанель мой. Так, чуть-чуть тут сглажу. Ну, тут хороший такой переход получился, не ужасный. Так, пудру, вот этот вот матрас, помните его? У меня никак она не закончится еще. Мне она очень нравится. Она такой эффект дает, бархатистый, знаете, кожа такая бархатистая, с ней становится. Вот она уже практически. Так, помада Outglass, вот этот вот красивый такой футляр в цвете Nova Nose. Писали мне, такая хорошая помада, да, помада красивая, цвет вот такой вот натуральный, нюдовый. Я ее очень люблю, люблю ее и днем, и на вечер. Ну, когда не хочется красную помаду. И пахнет она, пахнет дивно пахнет. Вот такой вот цвет. Потому что вот она такая тоненькая, очень легко ее красить, тубы. Вот так. Вот такой вот будет, ну, уже есть макияж. Сейчас немножко добавим сюда помадный цвет. Прическу, не знаю, какую прическу. Ну, может быть, распущу, но, скорее всего, сделаю какой-то, какой-то типа хвостик. Так что скоро увидимся снова с вами. Покажу, что я одену. Сейчас еду в школу за циночком. И на такой вот мой сладкий, по-моему, образ такой, медовый. Аромат будет сегодня тонко 25. Вот Лилаба медовый, такой мягкий. Ну, мне кажется, подойдет мне сегодня под настроение. Потом, конечно, еще пойдусь перед выходом и возьму. Ну, что, я приехала к подруге. Сейчас мы посидим немножко и поедем уже вместе. Так солнечно. Слушайте, у нас 27 градусов. Это прекрасно. Ну, вот я уже в гостях у подружки. Вот так я оделась в своем розовом пальто. Вот в таких туфлях. Макияж, ну, не знаю, взяла резинку, если что, заколю волосы. У нас сегодня очень тепло. И покажу, какую сумочку возьму. Вот моя сумка. Опять показываю. Тонко 25 аромат. Кошелечек. Пудра. Помадка. Это я все беру. И вот такая вот у меня есть сумка от Парфеновой. Парфенова. Вот так. Вот так вот я буду выглядеть. Вот мы уже в ресторане. Яночка моя любимая. Ням-ням. Жанночка. Анечка. Диана, не показываю? Вот моим, да? Дианычка. И мы в испанском ресторане. Тут так все вкусненько. Полезно очень. Жирненько. Жирненько. Маслица. Маслица. Жирочек. И винчик. Плитейнчик. Простые углеводы. Простые углеводы. С жиром. Все, мы бежали. Мы прибежали. Мы прибежали в Чикаго. На Чикаго. На Чикаго. И мы сейчас будем смотреть Чикаго. Ура! Все, хорошо сказали. Очень хорошо сказали. Вообще. Такие, знаешь... Верчика. Да, да, да. Давайте верчика. Это значит вот это самое. А, так у нас сюда хрена времени. Четыре минуты. Очень хочется такого накрасить. Вот мы сели. Сели мы. Стою. Стул вон, а? Вон стул. Стул на сцене. И там так все красиво. Яночки. Чирс. Чирс. Давай колеку из пластика. Ну а чело? Посмотрим, посмотрим. Что же, опять приветствую вас. Уже это следующий день после мюзикла Чикаго. Я не успела снять сразу после мюзикла свои впечатления, потому что уже было поздно. Ну как-то мы в такой были все в эйфории. Как бы было вообще не до съемки. Мне понравился. Мне понравился мюзикл. Ну все время, знаете, параллель проходит с фильмом. Я, конечно, понимаю, что нельзя сравнивать театр и кино. Но, тем не менее, фильм мне понравился больше. Постановка была австралийская. Австралийские танцоры и актеры. Персонаж, который играл вот этого адвоката, который играет в фильме Мел Гибсон. Ричард Гир. Ну он был вообще какой-то совсем непривлекательный. А девчонки были классные. И Велма, и Рокси. Хорошо танцевали. Темновато было, мрачновато. Я бы добавила побольше, наверное, каких-то ярких красок. Больше костюмов. В основном все было черное. Ну как бы не в основном, а вообще черное. Черная сцена, черные трико, корсетики, какие-то чулочки. В общем, все такие в обтяжку. Все черного цвета, полупрозрачное. И иногда, знаете, вот что-то такие золотые всплески в освещении были. Неплохо, неплохо. Было два действия с антрактом. Был смешной случай. Мы только сели. Слушайте, ну четыре девочки. Когда вообще, ну мы не так часто собираемся, да. Взяли шампанского в буфете. Такие все в эйфории. Смеемся. Так хорошо. Через пять минут мы не говорили. Мы не говорили громко. Мы не говорили там что-то, вы знаете, прям вот вызывающе как-то. Вот не комментировали. Я чуть-чуть шепнула своей подруге Яне, там что-то. Впереди нас сидело две девушки. Одна из них повернулась. И по-русски она сказала, что нельзя ли, пожалуйста, потише? Ну, слушайте, бывает, мы извинились. Но они вообще нам потом делали замечание еще три раза. Хотя весь зал смеялся, весь зал танцевал, весь зал что-то там, ну, как-то эмоционально себя позиционировал, да. Потому что это такое, ну, как бы, действо, это мюзикл, это такая радость. Там все так танцевали на... Ну, ты сидишь, но все равно ты как бы танцуешь, да. Эти две девочки наши сидели вот так. Ну, мы же вот перед ними, после них сидим. Они даже не хлопали. Но постоянно нам делали замечания, потому что мы смеялись. Ну, были смешные моменты. Весь зал смеялся. Но это было, мне показалось, честно говоря, странно. Они не делали замечания никому из австралийцев. Ну, почему-то сделали нам. Ну, весело. Весело. Надо быть проще. Надо быть проще, надо быть более расслабленным, что ли, все-таки. Мы пришли отдохнуть. Все пришли отдохнуть. И все очень позитивно приняли мюзикл. Ну, вот. Бывает. Вот такая вот история. Снимать было нельзя. Я его сняла только в начале, когда мы только съели. Когда уже действие началось. Снимать было нельзя. Если даже загоралось у кого-то телефон. Потом их вылавливали. Стояли специальные люди. Вот так вот. И смотрели, если там кто-то снимает. И просили удалить. То есть, ну, зачем. Я вставлю фото. Так что вот так вот мы сходили. Очень приятно. Мне понравилось. Я не смотрела мюзикл Чикаго до этого. Как я уже сказала, я не очень люблю мюзиклы. Но вот я видела Мэри Поппинс. Мэри Поппинс мне очень понравилось. Ну, и тоже хорошо. Ну, и здорово сходить с подружками. Отдохнуть. Это всегда прекрасно. Пишите, пожалуйста, какие вы любите мюзиклы. Я вот приехала за сыном в школу. И решила вам чуть-чуть такую концовочку записать. Мой такой фидбэк на мюзикл Чикаго в Сиднее. Все. Всем пока. С вами была Аленка Блок. У нас так тепло. 27 градусов. Я обалдею. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.